Всем привет! В эфире Универньюз. С вами Адель Шмилова. Итак, главные темы дня к этой минуте. Казань присоединилась к 16-му параду российского студенчества. Открыта еще одна новая основа для научных свершений. Создатель супермолекул удостоен арбузовской премии. Трудно усидеть на месте. В Казани состоялся всероссийский день бега. Казань присоединилась к 16-му параду российского студенчества. Впервые это масштабное мероприятие было проведено в 2002 году в Москве. Подробностями с прошедшего мероприятия поделится Диана Шилова. 16 сентября более чем в 40 городах Российской Федерации градуется 16-й парад российского студенчества. От Казанского федерального в этом мероприятии принял участие порядком 4 тысяч студентов. Каждый год парад позволяет множеству первокурсников по всей стране объединиться в многотысячную студенческую колонну, встретить праздник молодежного единства и пройти посвящение первокурсников ряды студентов. Мы свой праздник сделали 1 сентября. Как и подобает лучшим традициям нашего университета, с участием нашего ректора, директоров, проректорского корпуса. В Казани в этом мероприятии у центра семьи Казан приняли участие около 20 тысяч человек. В целом по республике у нас всего студентов составляет около 160 тысяч. И Казан считается городом студентов. Участников 16 парада российского студенчества поздравил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В своем приветственном письме он подчеркнул, что сегодня первокурсники станут частью большой дружной российской студенческой семьи. Эмоции на самом деле уйма, буря впечатлений. Самое главное, что нам дали обложки на студенческие. Парад российского студенчества в Казани стал не просто шествием, а праздником. Яркие, красивые акробатические и песенные номера. Много смеха, танцев и теплые слова. Хедлайнером фестиваля стала группа Чечерина. Диана Шилова, Ленард Влитяров, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Никакие санкции не мешают сотрудничать Татарстану с разными штатами Америки. Какие перспективы нас ожидают, в дальнейшем узнавал наш корреспондент. Перспективы сотрудничества Республики Татарстан и штата Нью-Йорка обсудили в зале попечительского совета КФУ. Встреча состоялась 18 сентября. В этот раз более конкретные приняты принципиальные решения о том, чтобы создать рабочие группы для развития отношений по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Это связано с проблемой подключения малого бизнеса, в первую очередь, в разных отраслях. Потом сфера образования, обмен студентами. Здесь взаимный, так сказать, интерес обнаружился. К слову, ничто не мешает развивать сотрудничество на уровне субъектов. В целом, на федеральном уровне обе стороны заинтересованы в создании позитива на разных уровнях, в том числе на межрегиональном. Веста Земского, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Имя выдающегося химика, который удостоился почетной премии Арбузова, больше не загадка. Все подробности с торжественной церемонией вручения в материале нашего корреспондента. Уже много лет Казанский университет является одним из инициаторов Арбузовской премии, которую вручают выдающимся химикам. Такое событие повторяется лишь раз в два года и имеет особую значимость для научного общества России и мира. В основном это зарубежные ученые получают эту премию. Из отечественных только два человека пока получили эту премию. Это самый первый, там Аркадий Николаевич Пудовик был, представитель нашей Казанской химической школы, нашего университета. И Ирина Петровна Белецкая. После приветственного слова интрига продолжалась недолго. Заслуженная премия Арбузова в области фосфороорганической химии досталась Манфреду Шейеру, профессору из Германии. Мне удалось создать новые шарообразные структуры, не имеющие аналогов, что позволило значительно развить теоретические представления о химии фосфора. Адель Шемилова, Ленардо Влесьяров, Универ Ньюс. Falling Walls Lab. Вызов для младых ученых. Как КФУ провел региональный этап международной конференции, смотрите прямо сейчас. Falling Walls – это международная молодежная конференция, позволяющая молодым ученым с разных стран взаимодействовать друг с другом. Казанский федеральный университет принимает региональный этап конкурса, так называемый Falling Walls Lab. На конференции участники могут представить свои идеи, изложить научные концепции или предложить новаторские методы решения различных проблем и задач в любой научной, общественной, производственной или бизнес-сфере. Участники получат всего три минуты и три слайда на презентацию своей работы. За три минуты показать свою тему, вот это надо, такой талант. Давать много времени, это может развязать слишком глубокие дискуссии. А вот сделать так коротко и внятно, о чем тема, вот это вот и оценивается особенно в этом проекте. Лучший из докладчиков отправится в Берлин для выступления на основном этапе конференции Falling Walls. Среди лучших ученых и исследователей мира. Конкурс поможет найти наставника и единомышленников. Лучшие из идей получат оценку иностранных ученых, что позволит ее автору модернизировать ее под любые условия. Основной этап конкурса пройдет 8-9 ноября. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. Двери Альма-Матера открылись для очередного важного гостя. На этот раз КФУ почтил визитом министр промышленности и информатизации Китайской Народной Республики. Кому и чем запомнится прошедшая встреча, узнаете прямо сейчас. Казанский федеральный университет посетила делегация Китайской Народной Республики во главе с министром промышленности и информатизацией Мяу ВМ. Для членов делегации из Поднебесной была организована экскурсия в Музей истории КФУ. Экскурсовод рассказала о ярких страницах в истории Казанского университета, его ректоре, великом русском математике Николай Лобачевском, благодаря которому в университете появилась первая в России кафедра по изучению китайского языка. После экскурсии состоялась встреча представителей делегации со студентами-соотечественниками из Китая, обучающимися в КФУ. Всего на данный момент в Казанском университете учатся более 600 студентов из Поднебесной. Гость дня поблагодарил руководство Казанского университета и выразил надежду на то, что будет расширен перечень специальностей, на которых могли бы обучаться студенты из Китая в КФУ. Авелия Шемилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Девятиклассник лицея имени Лобачевского КФУ завоевал золотую медаль первой Европейской олимпиады юниоров по информатике и Джой. Как ему это удалось, выясняла Лилия Кашфарова. Ряды казанских медалистов пополнил обучающийся девятого класса лицея имени Лобачевского Ильдар Гайнулин, выигравший золотую медаль первой Европейской олимпиады юниоров по информатике и Джой. 7 по 13 сентября в столице Болгарии, в городе София, состоялась первая Европейская олимпиада юниоров по информатике. Он поставил себе цель стать чемпионом мира, я так думаю. Мы все делаем для того, чтобы достигнуть этой цели. По результатам первого тура Ильдар Гайнулин оказался на первом месте, однако во втором туре его обошел школьник из Грузии. В результате Ильдар занял второе место и получил золотую медаль. У нас весь лицей – это лицей, увлеченных наукой, образованием детей. Однако в командном зачете представители России все-таки завоевали первое место. Лилия Кашфарова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. 16 сентября вся Казань отметила Всероссийский день бега. На Кремлевской набережной состоялся кросс-нации. Чем запомнилось данное мероприятие, расскажет Аурелия Сташкова. В Казани 16 сентября прошел Всероссийский день бега кросс-нации 2017. Самый массовый забег длиной в один километр собрал более 20 тысяч участников, среди которых были представители различных возрастных категорий и уровней спортивной подготовки. Я поддерживаю здоровый образ жизни, каждый год принимаю участие и в кросс-нации, и на лыжне России. Мне это нравится, я этим живу. Соревнования были открыты школьниками, которые сдавали норму бега ГТО на 2 километра. За ними на старт вышли профессиональные спортсмены, которые испытывали себя на дистанциях длиной 8, 6 и 4 километра. А уже после состоялась торжественная церемония открытия. Главными на мероприятии стали многотысячные массовые забеги. Победители соревнований наградили кубками, медалями и дипломами Министерства спорта России. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за новостями вместе с Универ Ньюз, смотрите нас в социальных сетях и продолжайте быть в центре всех событий. До новых встреч в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok